книга открытым оком тема старообрядцы том 12 вопрос 2647 какова была ваша позиция когда какова была ваша позиция какова принципиальная позиция старообрядческой церкви по современному политическому процессу россии отвечает игнати тихонович лапкин цитата видимо олимпия этого да безусловно воля божия так или иначе проявляется и в политических выборах еще одна в кавычках цитата всякая душа да будет покорна высшим властям ибо нет власти не от бога существующие же власти от бога установлены сказано в послании святого апостола павла кремлина но в этих словах нет призыва к христианам участвовать в политическом процессе наша церковь старается не вмешиваться в вопросы политики в частности сам вонов священники не навязывают прихожанам своих политических симпатий на исповеди не требует отчета о том кто как голосовал каждый христианин волен делать выбор волен делать выбор самостоятельно в том числе в своем личном участие или не участие в голосовании сегодня в старообрядческих храмах рядом стоят и вместе молятся и те кто голосует за и те кто против и те кто против всех включая и тех кто на выборы не ходит политика не должна отлучать от бога и раскладывать и раскалывать церковь тем более что в главном наши прихожане едины и они не станут голосовать за воинствующих атеистов за прямых безбожников за тех политиков кому безразлична судьба россии свобода выбора предусмотренная современным законодательством это историческая победа нашего общества мы старообрядцы и вообще все верующие люди многим обязаны этой свободе не стоит об этом забывать но с другой стороны важно чтобы свобода не превращалась во вседозволенность которая чревата большими духовными потерями к сожалению мы это уже видим и как можем боремся с этим кавычки закрыты и гнати тихоныч лампки история показала что если нет твердой веры нет фундамента евангельского то люди пойдут куда угодно и будут голосовать за кого угодно деяние 22 22 до этого слова слушали его а за ним подняли крик говоря истреби от земли такого ибо ему не должно жить 3 царств 16 22 и одержал вверх народ который за амрия над народом который за фанния сына фонарова и умер фонарова и умер фонарова и вот сына ганафова и умер фонарова и воцарился амрии суде 9 16 и так смотрите поистине ли и по правде ли вы поступили поставив амелеха царем и хорошо ли вы поступили серого алам и домом его и сообразно ли его благодеяниями поступили вы сказками на спичкали спеленок держали в мире призраков и леших эксперимент творят над подчиненными кто оболваненных действительно утешит потом принявший истину христову стал по-иному сказки понимать желание пленных вдруг разорвать оковы водой живую мертвых поднимать из золушки в красавиц несказанных чудесно превращаются их личи их личики и нет нигде ни строчки из писания и даже мертвые никто христа не ищет а он всесильные чудо богатырь связавший сатану клеволет клевретов адских пленяет пленных водворяет мир живой водою слово вводит в пасху я словом божьим мифы расшифрую сдеру покров с давно известных сказок творят чудесная христа иисуса руки и сгинут большевистские миазмы за 3 9 морей не надо домогаться жар птицы хвост не нужно ночью драть в тиши и на коленях мы добываем счастье по главам и стихам нам жемчуг собирать сокровища несметные по вере получив в невесту божию горсть праха превратится пирог из щуки булки из печи из той что двигалась там двигатель нечистый христос и библия все сказки разрубили развели туман пустых желаний тьма сказочная там где не обрящий же библии персты не веря простри крестовым дланем мы все участники событий неземных свершившихся не с кем-то лично с нами царю царей мы дочери сыны любовь голгофский крест его любовь над нами 6 февраля 2005 год игнатий лапкин